Мы выходим в режиме онлайн-студии. Сайт Репост запустил новый проект. Этот новый проект называется онлайн-студия неспроста, потому что мы не телевидение, мы онлайн-студия. Мы сюда будем приглашать людей, которые будут нам рассказывать о актуальных темах в городе, о проблемах в городе, но и не только. А начинаем мы сегодня наш эфир с того, что хотим рассказать о самом проекте и о том, кто помог нам организовать этот проект. Один из наших гостей, первых сегодня, это, конечно же, директор торгового центра «Плаза» Александр Витальевич Миняник. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы сейчас находимся в этом помещении, здесь, где находятся офисы торгового центра «Плаза». Просто для того, чтобы было понятно, можно рассказать о том, что здесь есть не только магазины, здесь можно открывать и офисы. И в одном из таких кабинетов мы находимся. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, конечно. Значит, наш уже на сегодняшний день торгово-развлекательный офисный центр, хотя изначально это так не планировалось, но в итоге мы таким стали, предполагает широкий спектр различных помещений, в том числе и офисный центр. Вот если говорить об офисном центре, где мы сегодня находимся, он предполагает отдельный вход и много интересных помещений, уже некоторые из них с ремонтом. В одном из них мы сейчас и присутствуем. То есть есть из чего выбрать, цены у нас очень хорошие, адекватные. Ну, я не буду особо рекламировать, люди пусть приходят, смотрят, но в общем могу сказать, что на сегодняшний день наш центр является не просто торговым, а офисным и в том числе и развлекательным центром. О ценах мы все равно потом поговорим, но для начала просто хотелось бы узнать, ну, вернее, рассказать нашим зрителям, почему вы решили нас сюда пригласить. Потому что мы должны сказать о том, что мы не платим арендную плату, потому что есть такое, если мы здесь находимся, значит платим арендную плату, в связи с тем, что у нас проект общественный, мы, конечно же, не можем столько платить. Поэтому мы вас хотим спросить, почему вы сюда пригласите? Ну, я могу рассказать, что история нашего общения, она уже достаточно длинная, так мы сотрудничаем, как бы, с вами по различным вопросам, в том числе и по размещению рекламы. Начали с вами общаться мы год назад, было предложение непосредственно по этому помещению, когда мы первый раз вам его показали, тогда, как бы, речь шла более-менее об аренде, но далее мы приняли определенное для себя решение и решили посотрудничать с вами на партнерских отношениях. То есть, что мы имеем в виду, да, то, чтобы это было понятно всем остальным людям. Мы предоставляем вам помещение, вы, в свою очередь, помогаете нам рекламной информацией, да, то есть реклама, рекламная работа. Ну, у нас есть много интересных проектов тоже, которые мы развиваем, которым вы нам можете помогать. В свою очередь, раз у нас есть такая возможность, у нас на сегодняшний день есть пустые помещения, и мы можем это предоставить, то мы готовы сотрудничать. Тем более, что дальше можно развивать это вместе, развивать совместные проекты, работать дальше вместе. Поэтому я думаю, что это плодотворное сотрудничество, и вопрос аренды здесь, ну, на самом деле, не до такой степени важен, потому что я думаю, что будущее этого проекта для нас в том числе, ну, в моем лице как-то директора торгового центра «Плаза» имеет намного большее значение, чем получение арендной платы. Кроме всего, мы уже сейчас в группе ВКонтакте, у нас есть группа, у вас есть группа ВКонтакте, да, мы помогаем вам ее вести, поэтому можно об этом рассказать. Вы когда ее увидели, Оля у нас ее напомнила, какое ваше впечатление? Мне все нравится. Я в этой ситуации больше как бы как сторонний наблюдатель, то есть я, конечно, готов участвовать, да, там рассказывать свои дополнения, пожелания и иногда даже замечания, но в общем я вижу, что она растет, наполняется участниками, подписчиками, поэтому мне это интересно. Конечно, я считаю, что для нас, как для торгового центра, с учетом особенностей нашего города, южного, то это будет достаточно полезно, потому что люди через соцсети обмениваются очень зачастую важными мнениями, которые влияют на нашу работу и на работу всего торгового центра, да, то есть через такую группу мы сможем оповещать о большом количестве мероприятий, которые мы, в принципе, готовим, и дальше уже получать обратную связь, как хорошо мы провели, плохо, поменили, не очень, и что мы вообще хотим из этого дальше получать. То есть основным таким примером, мне кажется, может послужить то, что мы сделали хорошую статью относительно наших праздников, которые проводятся в Игролэнде по выходным дням. То есть мы как-то начали, запустили такой пилотный проект, сначала было непонятно, когда хорошо, когда нехорошо, дети собирались, не собирались, то есть в тестовом режиме он особого результата не дал ни нам, ни самому городу. Но после того, как мы написали статью, объяснили, от чего, почему и для чего это вообще нужно, то есть дали понять как бы наше настроение, услышали настроение наших посетителей, ну и на самом деле ситуация изменилась в лучшую сторону, в принципе, я считаю, что для всех, в том числе и для посетителей. Ну следующее отметить, что в группе ВКонтакте там будет информация и о скидках, и о акциях, которые будут проводиться не только непосредственно администрацией торгового центра Плаза, но и также другими магазинами. Это будет именно жизнь нашего торгового центра, которая будет наполняться всеми магазинами, которые есть здесь. То есть каждый магазин может присоединиться по желанию к нашу группу и вывешивать свои объявления о каких-то акциях, либо мероприятиях, которые они планируют проводить. Мы, в свою очередь, тоже, естественно, будем заниматься наполнением и способствовать тому, чтобы такого рода группы тоже, группы и магазины участвовали в наполнении данной страницы, чтобы дать широкий спектр информации для посетителей и, в общем, для населения. Те, кто нас сейчас смотрит, хочу вам сказать о том, что вы можете задавать вопросы. Если у вас есть вопросы, вы можете зайти к нам в группу «Репост» ВКонтакте, а также в Фейсбуке и зайти на сайт, там тоже под статьей, в которой рассказывается о прямом эфире. Вы можете задавать вопросы, я их озвучу, вопросы задавать гостю студии. То, что касается специфики нашего города. Когда открывался торговый центр, были определенные надежды на то, что здесь, в торговом центре, будет очень много магазинов, что в городе Южном этот торговый центр востребован, потому что это продемонстрировал торговый центр «Ривьера», куда съезжались все жители города Южного. Часто даже с теми людьми, с которыми мы не пересекаемся в Южном, я пересекалась в торговом центре «Ривьера». Но не так случилось, как этого хотелось бы. Почему? На самом деле, сказать, что это специфика города, не до конца будет правильно, потому что нужно понимать, что такое «Ривьера» – это 89 тысяч квадратных метров общей площади и 70 тысяч квадратов торговой площади. «Ривьера» в свою очередь представляла на то время самый большой торговый центр, в принципе, на юге Украины. Кроме этого, она располагалась непосредственно в близости с поселком Котовский, который насчитывает от 250 до 300 тысяч населения, что является немаловажным фактором. Если переводить на Южный, то Южный, получается, имеет 30 тысяч населения. Кроме того, серьезная отдаленность от ближайших, более крупных населенных пунктов. В связи с этим это и сыграло основную роль, потому что на сегодняшний день экономика основных арендаторов такова, что они заходят в торговые центры, либо в города с населением, которое превышает 200 тысяч. Даже не 50? Даже не 50, 200 тысяч. Кроме того, специфика Южного такова, что основная часть населения, она в течение рабочего дня отсутствует в городе. То есть нету так называемых спонтанных покупок, когда люди ходят по городу, смотрят, гуляют и покупают. Такое бывает только в сезон, правильно? В сезон приезжих, в сезон отпусков. А основная часть времени, которую, в принципе, арендаторам надо переживать, надо как бы получать доходы для того, чтобы оплачивать аренду, то есть они не тянут, получается. Вот это как бы основное отличие от Ривьера. Ну, кроме того, Ривьера изначально себя позиционировала как бренд-маркет. То есть она пригласила самого главного своего якоря, это Zara. Zara – это группа магазинов, которая включает в себя около 6 магазинов. То есть, в принципе, перечитать, не перечитать, это не так интересно. Вот. И данные магазины первое время в Ривьере, ну, возможно, я могу ошибаться, но, скорее всего, так и было, они стояли бесплатно. Потому что на сегодняшний день Zara – это эксклюзив всей Одессы, всего ближайшего, всех ближайших населенных пунктов. И в Ривьеру едут именно из-за этого. К сожалению, в городе Южном, в нашем торговом центре, вот такого эксклюзива, как Zara, мы не смогли приготовить. Но стараемся и делаем наш эксклюзив, это кинотеатр. Наш эксклюзив – это Игроленд. Игроленд, при том, я считаю, достаточно хорошего уровня. Наша маленькая игровая комната – изумрудный город. Расписана очень серьезными и знаменитыми в городе Одессе художниками, которые работали, есть карантинный спуск, они расписывали карантинный спуск, это социальный проект города Одессы, потом стену городскую они расписывали. То есть много было у них интересных проектов. Они сделали эту комнату изумрудный город. Такого нет в Одессе. То есть та роспись, которая у нас есть, и по качеству, и по рисункам, по интересам, которые там отображены, это нет альтернативы. То есть мы стараемся, конечно, и понимаем, что для того, чтобы торговый центр здесь работал, он должен иметь определенного рода эксклюзивы. Но, к сожалению, эксклюзивы эти не могут выражаться в брендах, в одежде или в каких-то магазинах особенных. То есть это именно экономически, а не больше именно с городом связано. Вы пришли позже, чем запустилась Плаза. Да, я здесь второй директор. Вы пришли уже и на какой-то результат. Вот что было до этого и какие задачи были перед вами поставлены? Ну, да, я пришел на результат. Ну, смотрите, как бы у каждого директора свое понимание и развитие торгового центра, понимаете? Как бы у меня свое, там, у предыдущего директора свое. Я не буду ни в коем случае умилять каких-то там хороших качеств предыдущего человека, он тоже достаточно много привнес в наш торговый центр. Он заполнил определенным количеством магазинов, как бы так, как мог, так и сделал. Существуют определенные трудности, по сути, которые изначально, возможно, наверное, были заложены при строительстве. Там есть какие-то моменты. Но, опять же, все это исправимо, поправимо. Как бы мы трудимся, работаем. И сейчас говорить, что что-то было неправильно, что-то правильное, я бы не хотел. То есть у меня есть моя работа, мои задачи, над которыми я работаю. Вот и все. Это самое главное. Изумрудный город – это тот проект, который вы запустили сами. Но мы знаем о том, что у вас были предложения к нашим южнским предпринимателям зайти к вам в помещение и организовать что-то аналогичное. Смотрите. Но не получилось. Так, чтобы вы правильно понимали, Изумрудный город – это запущен не нами, а с нашим содействием. То есть мы помогаем точно, ну, возможно, похожим образом. То есть это при нашем содействии. То есть мы являемся непосредственными вдохновителями этого проекта, но не являемся его собственниками. Так, чтобы это было понятно. Далее, что касательно предложений по поводу южнских предпринимателей, ну, как всегда, не сошлись по цене. Возможно. И вы знаете, есть такое выражение, что лучше всего сделать самому, и оно будет великолепно. Поэтому, наверное, так. Не сошлись по цене. Вот теперь бы хотелось бы о ценах поговорить. Действительно, предприниматели жаловались, что очень высокая цена. Там, ну, в квадратных метрах, в долларах. И якобы вот этот был основным камнем преподавения. Потому что помещение нравится, все хорошо, но очень дорого. Смотрите, на сегодняшний день я могу ответственно заявить, что мы каждому арендатору, который готов к нам приходить, подходим индивидуально. Обговариваем цену, обговариваем возможности, обговариваем настроение и перспективы нашего сотрудничества. Мы готовы лояльно подходить и рассуждать по возможностям каждого из арендаторов. То есть нет такого состояния, как было раньше, что только так и не иначе. Нет. Ситуация в стране, ситуация, в общем, в экономике и в нашем торговом центре способствует тому, чтобы мы были более лояльны в этом плане. Поэтому мы готовы на компромиссы и готовы на переговоры. Поэтому на сегодняшний день ситуация такова. То есть я не буду называть конкретных цифр, но могу сказать ответственно, что каждая ситуация рассматривается отдельно. Но Вы на Изумрудном городе увидели специфику все-таки нашего города, что действительно здесь, в Южном, к сожалению, заработать сверхприбыли нельзя мелкому бизнесу, среднему бизнесу? Я, в принципе, не только на Изумрудном городе увидел специфику. Сам я не являюсь гражданином Южного, так сказать. Я из Одессы. Да, увидел, как бы работаем с этим, стараемся, понимаем особенности, и хотим предоставлять наибольшего комфорта за минимум вложений и за минимум растрат. То есть стараемся, как бы, и в том числе основным, как я считаю, показателем, это наши праздники в Изумрудном городе, где мы не требуем сверхоплаты, а наоборот, кроме того, что люди не платят, еще мы дарим подарки, разыгрываем свободное время, свободное время посещения. То есть стараемся предоставлять что-то, чтобы, знаете, как было немножко веселее, с учетом того, что все так грустно вокруг. Но вы ехали совершенно в другом настроении, да? Ну, когда пришли, увидели торговый центр, увидели Южный. Как это? Не скажу, что у меня было другое настроение, у меня нет как бы срыва ожиданий, то есть не было никаких ощущений. Я приехал сюда, я уже на месте разбирался, как оно будет. Ну, потом, да, постепенно я сталкивался с определенными трудностями в работе. Ну, ничего, а как же без них? Просто были еще определенные надежды и планы строительства второй очереди Плаза? Да, но когда эти планы были, не было меня, скажу так. Поэтому я не могу сказать, какие они были, что именно. То есть я приблизительно понимаю, что, возможно, если бы Южный вдруг вырос до 100 тысяч населения каким-то чудом, то можно было бы построить еще вторую очередь. Но любая экономика, в принципе, несмотря на то, что даже сейчас экономический кризис, а даже без экономического кризиса, экономика для города в 30 тысяч населения, с учетом особенностей то, что население, опять же, я повторяюсь, не находится в городе в течение дня, она не подразумевает еще одного торгового центра такого размера. Есть еще определенные какие-то планы для того, чтобы разнообразить? Вот есть кинотеатр, изумрудный город, такие изюминки. Есть у вас еще что-нибудь в планах эксклюзивного для... Ну, вот сейчас очень много идет обсуждений у нас по поводу необходимости школы раннего развития. Хотелось бы придумать очень интересную такую, как бы, такая интересная идея существует, но, опять же, востребованность и рентабельность такой идеи пока... Но в чем она заключается? Школа раннего развития? Это для детей? Да, это для детей разного возраста. Проводить, например, занятия по шахматам, проводить занятия по песочной терапии, по занятиям по рисованию, занятия музыкальные, английские, то есть разного рода такого занятия, но это нужно классовость, да, то есть это должна быть школа, то есть люди должны приходить и заниматься там в течение всего дня. Но, опять же, то есть дети находятся в садиках, люди в школах, то есть мы не заполняем. Если считать рентабельность при вложенных средствах, которые будут немалыми для такой школы, то, боюсь, мы такую школу не потянем, поэтому ищем как бы партнера для этого, вот как вариант. Но в Южном есть такие, по крайней мере, те направления, которые вы сейчас озвучили, есть? Есть, мы общались с людьми по этому поводу, но пока не пришли к общему знаменателю. И тут вопрос даже не в деньгах. Пока как бы это все на стадии становления. Ну и теперь возвращаясь уже к нашему проекту опять, вы когда нам предлагали помещение, вы думали о том, что здесь можно организовать телевидение, или онлайн-студию? Ну а как же? Ну конечно, ну а для чего мы вообще всем этим занимаемся? Ну а как, конечно, думали. У нас далеко идущие перспективы, взгляды, как бы мы хотим развиваться вместе с вами, а вы вместе с нами. Вы представляете, что такое онлайн-телевидение? Просто для того, чтобы, да, для того, чтобы мы сегодня объяснили людям, что это такое. Да, конечно, я понимаю, о чем идет речь. Как бы есть самый главный, основной пример у нас, это Громадская ТВ. То есть я понимаю, как бы, смысл и суть данного мероприятия. Как вы думаете, у нас в Южном не будет дефицита с гостями? Ну, учитывая то, что у вас... Вы знаете, вот вы хорошо задали вопрос. Как я точно, я сейчас как раз вспомнил, когда я приехал, о чем я думал. Но вот когда я приехал, я тоже думал, что у меня действительно не будет трудностей с заполнением торгового центра. Поэтому и сейчас, придя сюда первый раз, я не думаю, что у вас будут трудности с гостями. По крайней мере, я думаю, что через месяц мы с вами снова будем встречаться здесь. Да, я с удовольствием, конечно. Для того, чтобы рассказать людям о тех изменениях, которые происходят здесь. Сейчас в основном у вас не столько южницкие предприниматели приходят, сколько такие большие сети. Не совсем. Не совсем так. То есть у нас где-то 50 на 50. И южницкие предприниматели в том числе. Но, насколько я знаю, насколько мы понимаем, просто еще не смогли до конца и корректно донести это для всех южницких предпринимателей. И они боятся цены, как все это знают. А мы не до конца, я же говорю, опять же, смогли им это объяснить, что на сегодняшний день нас уже не стоит бояться. Мы готовы сотрудничать с каждым. Ну, и готовы обсуждать. Обсуждать и, как говорится, на компромиссной основе вместе сотрудничать. Поэтому я же говорил просто по поводу сетей. Те сети, которые уже на сегодняшний день здесь работают, ну, я боюсь, что другие пока еще не готовы. Потому что все остальные, которыми мы общались, и, в принципе, сетевой бизнес, он таков, что население необходимо в районе 200 тысяч человек. Вот. Поэтому так. Торговый центр Плаза – это сеть по всей Украине в разных городах? Нет. Нет. А что это? Торговый центр Плаза – это торговый центр Плаза. Здесь собственник один, и больше нет у него в других магазинах. Смотрите, я вам расскажу по этому поводу таким образом, что, как бы, ну, по поводу собственника, по поводу вот этих всех вопросов, там, у кого что есть еще, и, как бы, там, такие моменты, как бы, ну, это, как бы, моменты не для моего обсуждения. А я, со своей стороны, могу сказать, что торговый центр Плаза в Южном и, как таковой торговый центр Плаза, он единственный. Вот. Поэтому вот так. Раньше просто говорили о том, что это сети, поэтому… Ну, на самом деле, ну, я знаю, что очень много всего говорят, но не все, что говорят, является правдой. Южный, эксклюзивный. Конечно, да, специально для Южного. То, что касается дальнейшего сотрудничества с предпринимателями, они должны, предприниматели должны к вам обратиться, и вы будете индивидуально подходить к каждому. Конечно. Тарификации, как таковой, ну, такой строгой, что… Да, сейчас у нас была тарификация строгая, как бы, мы, конечно, в любом случае, имея даже такую строгую тарификацию, шли на уступки, где-то не шли на уступки, то есть, ну, в любом случае, завязывался диалог. Но на сегодняшний день, с учетом того, что мы имеем настоящий экономический кризис, да, и, как ни крути, все равно приходится привязываться к доллару, и доллар, как бы, скачет с 13 до 16 за один день, правильно? То есть, и у людей, ну, с каждым все равно нужно общаться отдельно. То есть, мы, конечно, у нас есть понятие цены, да, так называемая идея цены у нас присутствует, но я не вижу смысла ее озвучивать, я же говорю, что, как бы, для каждого она, по сути, будет разной. Вот так. Спасибо большое. Конечно. Спасибо огромное. Мы с вами еще будем встречаться в наших эфирах. Я думаю, что вопросов сейчас я посмотрела в Facebook и ВКонтакте, вопросов пока нет, но это в связи с тем, что у нас сегодня первый эфир, и будем надеяться, что за месяц у нас будет совершенно другая ситуация, зрителей у нас будет больше, поэтому думаю, что будут вопросы, по крайней мере, потому что людям тоже нужно понять, что здесь в студии сегодня происходит. Для того, чтобы задавать вопросы, они должны были даже подготовиться к тому, что они сегодня вас увидят, поэтому вам большое спасибо. Мы с вами встретимся через месяц, я думаю, может быть, раньше, мы будем анонсировать. А нашим зрителям хочу сказать, что мы на этом с вами не прощаемся, конечно, потому что у нас сегодня запланирован целый телемарафон, и у нас будет очень много гостей сегодня. Буквально через перебивку мы снова с вами встречаемся в этой студии, и будут два гостя, которым вы тоже сможете задавать вопросы. Не забывайте заходить в ВКонтакт, в Фейсбук, для того, чтобы просто принять участие. Возможно, у вас есть вопросы и касающиеся работы, графика, онлайн-студии или же нашего формата. Продолжение следует...